Ну что ж, как говорится, и снова здравствуйте. Теперь мы с вами находимся в другой студии, в студии программы подробностей, как уже было обещано рядом со мной Олег Александрович Нагибин, главврач Рязанской городской больницы номер 2. Поликлиники. Поликлиники, да, городской поликлиники номер 2. Олег Александрович, ну немножко я про вас уже рассказал. Теперь вот давайте от вас пару слов хочется услышать. Что это за конкурс, где номинация, одна из номинаций была, как говорится, по кромочку ваша? Ну, добрый день, уважаемые телезрители, добрый день, Петр. Конкурс, который, всероссийский конкурс «Лучший врач года», он уже с 2010 года идет, рассматривается в нескольких номинациях, причем этих номинаций в разные годы было разное количество, от 40 до 33 номинаций, то есть выбирается, он ежегодный, еще раз говорю, выбирается лучший хирург, лучший акушер-гинеколог, лучший терапевт по специальностям. Вся такая обойма медицинская. Вся медицинская обойма, в том числе и лучший руководитель лечебного учреждения. Новый импульс этому конкурсу был придан в 2009 году, когда президент России подписал указ о денежной премии. Теперь каждый номинант получает денежную премию, и все это, в общем-то, обострило конкуренцию, дало новый импульс этому конкурсу. В некоторые годы на награждении в Москве присутствовали первые лица государства и вручали вот эти первые призы непосредственно тем, кто выиграл этот конкурс. Мотивацию подняли еще больше. Да, еще больше. Он очень престижный, он проводится совместным Министерством здравоохранения Российской Федерации, профсоюзным комитетом медицинских работников России и правительством Российской Федерации. Такой большой конкурс ежегодный. Надо сказать, что каждый год у нас и из Рязани достаточное количество участников в нем участвует, но задача была моя даже, может быть, и не победить. Я, на самом деле, не думал о победе, хотя понимал, что моя работа, которую я отослал на этот конкурс, она довольно хорошего уровня, но о первом месте я, в общем, даже и не мечтал. Для меня это явилось большой сенсацией. То есть вы вошли в него, можно сказать, но не совсем так вот, например, агрессивно. Нет, ну и задачи были несколько немножко другие, потому что, на самом деле, эта история имеет некое предшествие. Это еще три года тому назад началась работа. Я в 2011 году защитил кандидатскую диссертацию по теме лекарственного обеспечения в учреждении, которое возглавляю. И остался большой объем информации, статистической, научной, которая, в общем-то, не вошла в эту диссертацию. Хотелось применить ее каким-то образом. Ну, естественно, мне жаль было выкидывать ту работу, которую я проводил, и каким образом я лучшего не нашел применения, как сделать работу. Потому что конкурс, он на самом деле заочный. То есть это не очные соревнования, это заочные соревнования, конкуренция работ, которую надо представить на этот конкурс. И если, на самом деле, наверное, чего греха таить, в какой-то специальности, в отдельный хирург или терапевт, или акушер-гинеколог победить, наверное, несколько проще номинанту. Почему? Потому что достаточно освоить какую-то уникальную технологию, метод лечения. И об этом в своей работе рассказать, это действительно поднимет этого специалиста на достойный уровень. В тройку точно. Да, с руководителем здесь немножко сложнее, потому что в работе надо представить анализ работы лечебного учреждения, провести статистические исследования, показатели работы лечебного учреждения, а их, наверное, больше сотни, начиная от финансо-экономических показателей, показателей общественного здоровья на территории обслуживания лечебного учреждения, показателя оказания медицинской помощи, объемов, качества. И как раз уровень вот этой работы, умение анализировать, делать выводы и какие-то конкретные предложения для улучшения работы лечебного учреждения, они лежат в критерии оценки вот этой работы. Ну, на самом деле, вот работа у меня здесь лежит. Да, практически это уровень хорошей кандидатской диссертации. Вот здесь 208 страниц, большое количество графиков, таблиц. И когда она была завершена, на самом деле, для меня, Петр, я был несколько обескуражен, когда учредители конкурса в этом году изменили формат подачи этой работы. Если раньше объем ее не был лимитирован, то в этом году они приняли решение, что объем работы не должен превышать 25 страниц. А, то есть вас погнали в рамки, так сказать. Да, и вот 208 страниц труда надо было уместить вот в этот очень сжатый. Очень трудно. Трудно было, потому что хотелось показать уровень работы, объем работы, качество ее. Это невозможно без увеличения объем. Это я по себе знаю, любой журналист знает, когда пишешь репортаж или статью или еще что-нибудь, но ее по формату она не входит, и нужно что-то резать, это по-живому, по крови. Ну, конечно, не сравнить с вашим вот этим вот большим научным трудом. Ну, краткость сетра таланта, поэтому вот тем не менее все новогодние праздники 2014 года я провел в корректировке этой работы, сделал ее, отослал на конкурс, и вот томительные ожидания, они пошли. На самом деле конкурс идет в три этапа. Первый этап он региональный, второй этап, когда вот эти вот труды, работы номинантов рассматривают профильные комиссии, куда входят ведущие специалисты в этой отрасли, руководители научно-исследовательских институтов профильных медицинских, заведующие кафедры университетов медицинских, очень серьезная комиссия. Вот, и она делает некую бальную оценку каждой работы и представляет ее на третий этап, на заключительный. Это центральная конкурсная комиссия, которая работает в Минздраве. Вот, и заседание этой комиссии состоялось 5 июня этого года, и по итогам открытого голосования моя работа набрала большее количество баллов, я занял в своей номинации первое место. Ну, задача еще была даже вот не как бы не себя показать, а больше, наверное, поднять авторитет нашего рязанского здравоохранения, потому что, конечно, это вот не моя личная, я считаю, награда, не мой личный успех, это успех и того лечебного учреждения, в котором я работаю, потому что в этой работе, я считаю, есть труд каждого медицинского работника, учреждения, это и санитарки, и медицинской сестры, и врача. Это и оценка своеобразная нашего рязанского здравоохранения, потому что, ну, чего греха таить. У нас есть чем гордиться в нашем здравоохранении рязанского, то есть есть великолепные лечебные учреждения, у нас есть умные, вдумчивые, благородные врачи, что бы ни говорили, но сегодня я на сто процентов уверен, у нас подавляющее большинство наших медицинских работников в Рязани, Рязанской области, они трудятся и добросовестно исполняют свои обязанности, это и оценка нашего руководства Министерства здравоохранения и исполнительной власти нашей, потому что, ну, мы знаем, что вопросы медицины, они всегда стоят первоочередные и на контроле у губернатора это своеобразно. Поэтому, конечно, это успех не только мой, это успех нашего рязанского здравоохранения. Ну, вы как бы, вот, все правильно вы говорите, я совершенно с вами согласен, но вот знамя все-таки вот у вас, как говорится, в руках, поэтому я вас, поздравить, я вас не успел же в эфир, поздравляем вас с победой. Спасибо, Петр, ну, как бы вот, я говорю еще раз, хотелось бы сказать, что это успех всего нашего здравоохранения рязанского. Вот такой конкурс большой, своеобразный, ежегодный, ну, ждем вот теперь, как бы, визит в Москву на награждение, поэтому поеду. Впереди одни такие вот вещи приятные. Ну, наверное, да, на самом деле, очень волнительные, потому что, ну, как бы, для меня, я говорю, отослал эту работу и временами я о ней забыл даже, вот, потому что, ну, это где-то документы собирались в феврале месяце, довольно большой срок уже прошел, в общем-то, я внутри думал, может быть, она где-то в затерятости. Бывает у вас так. В кулуарах министерства. Ну, это может быть даже я, как организм, я не знаю, мозг освобождался от громадной вот этой вот работы, скажут, вот, все, слава богу, я сделал все, что мог. Ну, да, на самом деле, вот, как бы, рубеж пройден был, да, то есть я действительно ту работу, которую вел в течение трех лет, она такая большая, кропотля, но на основании этой работы мной в соавторстве было написано 18 научных статей, которые вышли в научных журналах, в том числе и в аквальских журналах, вот, в основном это как раз анализ деятельности лечебного учреждения, анализ нормативно-правовых актов, приказов Минздрава, федеральных законов и так далее, ну, то есть это она не пустая, как бы, действительно, она с такой серьезной научной основой. Ну, что ж, большое вам спасибо, желаем удачи вам, Олег Александрович, в вашей работе ждем, когда вы привезете награду, чтобы ее воочию рассмотреть и зрителям нашим показать. Еще раз я вам напомню, уважаемые друзья, вы смотрели информационную программу телекомпания «Город. Подробности». Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова